В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О проблемах в режиме онлайн в рамках работы выездного совещания Совета Федерации состоялась презентация сервиса «Умный Саров». Старт в инженерную профессию. В школе номер 14 прошла научно-практическая конференция. Они знают все о строении земли. Саровские старшеклассники стали победителями и призерами вузовской олимпиады по географии. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове прошло выездное совещание Комитета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в котором приняли участие представители Совфеда и Госдумы, чиновники профильных министерств и руководители закрытых городов. В рамках мероприятия состоялась презентация сервиса «Умный Саров.РФ». Это карта проблем города, но на самом деле для администрации это карта приоритетов. Над какими проблемами работать в первую очередь. Всего одно приложение и все городские вопросы и проблемы видны как на ладони. Сервис «Умный Саров.РФ» – уникальная саровская разработка. Причем удобен он не только для властей, но и для горожан. Во-первых, саровчане могут пожаловаться на то, что их беспокоит. От неубранного снега во дворе или незаконно установленных блоков на дороге, до протекающей крыши и прочих проблем ЖКХ. Кроме того, на сервисе сосредоточена вся самая актуальная городская информация. Люди, заходя туда, могут получить информацию либо о графике движения транспорта общественного, либо о графике уборки улиц и, соответственно, переставлять свой автомобиль. Здесь же есть карта депутатских округов и прямая связь с народными избранниками. Возможность записаться на прием в поликлинику, контакты и график работы участковых уполномоченных полиции, а еще гид по городу, который в скором времени перерастет в виртуальную экскурсию. Не меньше функционалу сервиса и в служебном разделе. Служебный раздел позволяет делать свою работу более эффективно, быстрее, с меньшими затратами, обеспечивать качество услуг наших для города. В режиме онлайн службы могут видеть, как организовано освещение в городе, какие дома остались без электроснабжения или, например, как работают лифты в домах. Обнаружив проблему, ответственные лица могут в кратчайшие сроки ее устранить. Выслушав презентацию системы, сенаторы и представители закрытых городов остались под огромным впечатлением. Это упрощает, повышает эффективность их управленческой работы. Это оперативное реагирование на те отклонения, которые есть в нормальном ритме жизни города. И высвечиваются точки, где нужно опережающе реагировать. Я думаю, это очень просто уникально. И при том настолько комплексно, разноплановая система сформированности, платформа, поэтому это впечатляет. После презентации звучало множество вопросов, насколько сервис готов к тиражированию, как долго его адаптировать под конкретный регион, какова стоимость его внедрения. Продукт заинтересовало, а значит, такие системы в скором времени могут начать работу по всей стране. Впечатляет очень короткое время внедрения. С января 2018 года, вот год, а уже эта система работает в работе. Мы сегодня видели не просто картинки, знаете, такую аббреватуру хорошего проекта, а его механизм реализации – это здорово. Это нужно брать за основу, потому что этот программный продукт надо привязывать к особенностям региональным другого субъекта – муниципального образования, город и так далее. Убежден, что тиражирование будет идти очень активно. Проект «Умный Саров РФ» продолжает развиваться в планах создания на его платформе личных кабинетов для горожан. Зарегистрировавшись в системе, каждый будет получать на электронную почту оперативную информацию о плановых отключениях воды и электричества. А еще через сервис можно будет оплатить, например, детский сад или занятия в секции. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Инициативная группа саровчан и Департамент культуры и искусства приглашают всех желающих присоединиться к городскому фестивалю моды и красоты. В течение года на различных площадках пройдут лекции от профессионалов индустрии красоты, мастер-классы с участием модельеров-художников, модные показы и фотовыставки. Центральным событием фестиваля станет проект «Народный карнавал» и велопарад «Я на стиле», которые пройдут в день города 12 июня. Принять участие в фестивале моды и красоты приглашают всех саровчан вне зависимости от возраста и рода деятельности. Гости праздника смогут примерить на себя новый образ или стать автором собственной коллекции, принять участие в дефиле или просто провести время в кругу семьи и друзей. Более подробную информацию о фестивале моды и красоты можно получить в Департаменте культуры и искусства. Волонтерский центр «Радость моя» с 14 марта до 28 апреля организует весенний сбор гуманитарной помощи для жителей города Луганска. Отправка запланирована на май. В май принимаются продукты питания долгого хранения, детское питание, средства гигиены и ухода, одежда для детей и взрослых, постельное белье. Пожертвования можно приносить по адресу улица Пушкина, дом 24А. В часы работы вторник и четверг с 5 до 7 вечера в субботу с 8 до 12 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция напоминает о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру и подтвердить учетную запись в многофункциональном центре. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлины действует скидка 30%. Также использование порталу госуслуг позволяет значительно сэкономить время и не сидеть в очередях. В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года». Он пройдет в 8 номинациях «Поддержка бизнеса», «Стартап», «Наиболее эффективно развивающиеся компании в сфере агропромышленного комплекса», «Производство», «Торговли», «Высоких технологий» и «Социальные ответственности». Заявки на конкурс «Предприниматель года» будут принимать до 31 марта через официальный областной портал поддержки предпринимательства. В Саров приедет народный артист России Алексей Гуськов. Популярный актер лично представит один из своих последних фильмов «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Показ новой отечественной комедии состоится 20 марта в городской художественной галерее. Начало в 19.30. Кроме того, Алексей Геннадьевич проведет в Сарове мастер-класс для театральных деятелей, а также выступит перед работниками городских учреждений культуры и искусства. Формирование у юных саровчан интереса к научно-технической деятельности. Во Дворце детского творчества в рамках проекта «Профтренд» прошел очередной атомный квест, участниками которого стали почти 50 старшеклассников. В течение полутора часов школьники ставили опыты, проводили научные эксперименты и выдвигали научные гипотезы. Подробности в следующем репортаже. Основу атомного квеста, проходящего не в первый раз в рамках проекта «Профтренд» составляют знакомые школьникам физика, математика и химия. Опираясь на опыт прошлых встреч, организаторы решили разнообразить программу и ввели несколько новых профессий, о которых в игровой форме узнавали восьмиклассники. Одна из станций называлась «Этикет». На ней сотрудники сферы общепита рассказали о работе официанта. В данном случае мы рассказываем, как правильно пользоваться приборами, как они расположены, как сложить салфетку даже для мамы дома, или для своей девушки, или для своего парня, если девушка это будет делать. Чертежи, краткие обозначения, масштабы, сечения и прочие премудрости чтения технической документации ребятам рассказывали на еще одной новой станции «Квесты по профессиям» в НЕФ. Проводником по профессии инженера-конструктора стал Дмитрий Дарьюшкин. Ни для кого не секрет, что это самая востребованная сегодня профессия во ВНЕФе. Наверняка так и будет и дальше, в течение пяти лет, когда обучатся эти ученики и придут оттуда. Востребованность не иссягнет. Каждый год порядка двухсот инженеров-конструкторов, ну не только инженеров-конструкторов, но инженеры-технолог есть, инженер, исследователи есть, принимаются во ВНЕФ. Без работы не останутся. По наблюдениям Дмитрия с чертежами быстрее справляются девочки. Все из-за того, что пространственное воображение у них развито сильнее. Пройдя все станции атомного квеста, ребята должны были получить не просто представление о профессиях. Собравшись в зале, по окончанию игры старшеклассники сформулировали главные качества, которые присущи той или иной специальности. Они должны понять, что особенно важно сделать в профессии, и какие личные качества особенно важны в той или иной профессии. Профориентация школьников в Сарове не ограничивается только атомным квестом. В самом ближайшем будущем в стенах Дворца детского творчества пройдет мероприятие под названием «Проектирование будущего». Также всех желающих ждут на семинаре «Гибридные войны». В 14-й школе прошла научно-практическая конференция в рамках образовательного проекта «Старт в инженерную профессию». Десятиклассники подготовили и продемонстрировали 10 приборов, которые в наглядной форме показывают фундаментальные законы физики. На защите проектов будущих инженеров побывала и наша съемочная группа. Без экспериментов теория иссякает. Таков девиз научно-практической конференции школьников. Ученики 10-го Б решили проверить знания, полученные из учебников по физике, и своими руками создали приборы, которые демонстрируют законы фундаментальной науки. Если смотреть на преподавание физики, то наука у нас, с одной стороны, теоретическая, с другой стороны, ее важность в том, что нужно теоретические знания применять к практике. Работы десятиклассники выполняли индивидуально и в микрогруппах. Команда из трех девушек подошла к участию в конференции со знанием дела и творчески. Примерив на себя образ молодых ученых, они продемонстрировали участникам, как работает электродвигатель. У нас была такая проблема, что на уроках физики мы иногда не совсем понимаем теорию, очень сложно все это уложить в голове, и поэтому мы решили создать и наглядно показать модель того, чего мы, так скажем, не понимаем. В данном случае это был электродвигатель. Проверив на практике непростую теорию, легче усвоить материал, считают десятиклассницы. Юные исследователи и начинающие ученые единогласно утверждают, теперь трудностей в изучении физики у них будет значительно меньше. Это не только работа творческая, работа руками, но это еще и понимание фундаментальной физики. Это наглядное понимание, это умение работать с приборами, умение собирать, конструировать, проектировать. Руководство и педагоги 14-й школы работают над созданием базы по углублению знаний в области математики, физики, биологии и химии, благодаря которой выпускники смогут без труда поступать в профильные вузы и становиться ценными кадрами в области технических и естественных наук. Мы сейчас планируем создать такую платформу инженерную, инженеринга, не инженерную, а именно инженеринг, как сплав не только физики, но и биологии, и химии. Работы десятиклассников оценивали эксперты, которые выбирали победителей и призеров. Свои баллы за выступления ставили и сверстники юных исследователей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данила Гришин увлекся географией в пятом классе. Во многом этому способствовало чтение книг и интересные уроки. Сейчас молодой человек планирует связать свою жизнь с географией и поступить в престижный вуз. Для этого Данила постоянно участвует в различных конкурсах и олимпиадах. В прошлом году он уже пробовал свои силы на областной олимпиаде университета имени Минина, однако призовых мест не занял. В этом году попытка увенчалась успехом. В прошлый раз задания были лично для меня сложнее по той причине, что они в основном включали именно географию Нижегородской области. Естественно, это какие-то более локальные вещи, которые надо знать. А в этот раз они взяли весь мир, что для меня лично проще. И, наверное, поэтому результат был более удачный. Задания были самые разные. Требовалось отгадать страну, рассказать об образовании географических объектов, пройти тестирование. Данила справился со всеми испытаниями и стал победителем среди десятиклассников. Эта олимпиада для него – тренировка перед более серьезными турнирами, готовится к которым молодому человеку помогает его учитель. То, что сумел стать победителем из 70 человек, которые писали десятиклассники, я считаю, это хороший результат и для него определенный опыт. Географией в 15-м лицее занимаются не только на уроках. Возможность получить новые знания по этому предмету есть у ребят после занятий в школе и в каникулы. В летнее время у них есть возможность, когда они меньше заняты, участвовать в экспедициях различных. Мы ездили в Мордовский заповедник, жили на кордоне, проводили какие-то исследования. Они участвуют в акциях по энергосбережению. Мы очень сотрудничаем много с проектом ШПИРа. Это международный российско-норвежский проект. И у нас есть определенные успехи. Также в лицее развивается интерактивный музей, в создании которого принимают участие педагоги, ученики и родители. С помощью представленных в экспозиции плакатов, макетов, моделей технических устройств ученики могут еще глубже погрузиться в изучение своих любимых предметов. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это одна из главных задач общественной организации «Дети войны», которая существует в нашем городе уже несколько лет. В рамках совместного проекта «Дети войны. Победы детям Сарова» школьников знакомят с теми, на чьи юные годы пришлись эвакуация, переезды и другие тяготы Великой Отечественной. О своей юности школьникам города в рамках проекта «Дети войны и победы» детям Сарова рассказала Юлия Павловна Шлаитова. Когда началась война, ей было 10 лет. Я очень хорошо помню многие моменты из военных лет. Моей жизни, моей семьи, жизни детей в шатках. Громкими аплодисментами старшеклассники поблагодарили Юлию Павловну за встречу, подарили цветы и памятный подарок. Такие проекты для ребят – уникальная возможность услышать историю Великой Отечественной войны из первых уст. Я узнала о жизни детей во время войны. Я узнала, как им было тяжело, как им было трудно. Проявила чувство сожаления, так как сейчас у наших современных детей есть все, есть еда, есть развлечение. А тогда у детей практически не было ничего, и не пытались они маленькими кусочками хлеба. Следующая встреча с ветеранами общественной организации «Дети войны» состоится 24 апреля в Третьем лицее. Перед школьниками выступит заслуженный ветеран города Анатолий Веселовский. Начало встречи в 15.00. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин